Йоу, всем привет! Сегодня я вам хочу показать бой, в котором тапок ВК-4502Б танкует как царь. Сыграл этот бой игрок с ником Провинциал13 и это рубрика боев по вашим реплеям. Если вам удастся сыграть эпичный бой или ваши друзья сыграли эпичный бой, присылайте его в мою группу ВКонтакте, постараюсь, но не обещаю, что я запишу по нему видео. Итак, в начале боя наш герой направляется, казалось бы, на стандартное направление тяжей, бодаться с тяжами, а арты нет, он почти что в топе и может там их всех забодать. Но здесь вас ждет первое удивление в этом бою, первый сюрприз. Провинциал направляется, направляется Провинциал, танковать восьмерок и стрелять по нему. Лев, естественно, даже не стреляет по нему, знает, что он его не пробьет. Когда рядом был с нашим героем еще один наш союзник, более картонный, по которому он нанес дамаг, и наш герой Са-3. Бесстрашно выезжает на два Са-3, на Льва, плюс кто там еще будет. И начинает просто танковать, да, начинает танковать как царь. Первая опасная плюха от Объекта 704, Т-28 портатив. Тоже имеет неплохое пробитие. Но только не ВБшка и только не по нашему тапку. Я даже предлагаю сделать вот такой вот вид и насладиться. Посмотрите. Насладиться. Как снаряды Объекта 704 уходят в гусеницу без урона. А снаряды всяких СС-3 нужен. Что-то они не стали стрелять по нам. Сейчас они начнут стрелять, поверьте мне. Вот, как снаряды всяких СС-3, КВ-4. А они просто начнут рикошетить по нам с приятными звуками отскакивающих снарядов. Дзынь, 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 дзынь. Ну, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Тапок выехал просто на пять противников до восьмого уровня. Но среди них есть и ПТ-САУ. Опасный, вроде Объекта 704. Вроде Т-30. Вроде Т-28 прототип, который просто никто вообще, никто не может его пробить. Предвосхищаю я, конечно, комментарии под этим видео, что... А, Тапок танкует восьмерок, да. А вот как он будет танковать Ягу на Галде? Ну, друзья мои, Ягу на Галде ни один танк в этой игре танкануть не сможет. Давайте будем реалистами. Просто порадуемся за нашего героя и посочувствуем вот этим вот джентльменам на ИС-3, на ИС-ах-3, которые, ну, просто вообще ничегошеньки не могут сделать нашему герою, как мы видим. Некоторые из них зарядили Галду. Сколько там пробития Галду из-за третьего? Я на нем давно уже очень играл. Ну, я думаю, что где-то 260-270. И даже этого пробития, естественно, не хватает, чтобы Тапка пробить со средней дистанции. Если бы, конечно, никто не прям уличок смог выцелить, уличок бы они его пробили. Но дело в том, что он относительно далеко от них находится, примерно на 200 метрах, плюс он двигается, и уличок в это время выцелить тяжело. И вот вторая причина, по которой я решил вам показать этот бой, помимо того, что Тапок танкует как царь в этом бою, игрок, который управляет Тапком, он, красавчик, он смотрит на миникарту, и он видит, что справа фланга у нас беда, что справа фланга продавили, и сейчас он может попасть под перекрестный огонь. К сожалению, Т-28 прототип не дает ему возможности вытанковать ромбом противников, поэтому он принимает решение поехать на них и сделать с ними то же самое, что он сделал перед этим стражеским ИСом третьим, вторым ИСом третьим, Т-30, Т-28 прототип и львом, а именно нанести урона, нанести урон по кепке М-103, не получив при этом урона в ответ. Никакого урона не получив при этом в ответ, подчеркну, потому что Тапка эти два джентльмена на Т-10 и М-103 пробить, как вы видите, не в силах. Еще раз хочу подчеркнуть, насколько вовремя наш герой поменял направление, потому что, если бы он сюда не приехал сейчас, остался бы перестреливаться с противниками на центре, эти два джентльмена заехали бы ему в борт, и в борт, естественно, они без проблем бы его разобрали вдвоем. Ну, а так, остается им только ждать, пока Тапок наш перезарядится свои 13 секунд и убьет их. Да, ну и предстоит нам сейчас поездка вокруг этого фьорда, вокруг этой горы, поэтому можно чуть-чуть ускорить. Т-10 с ником Red Joker отправляется в ангар, видимо, Джокер у него оказался бракованный. Против Тапка не вывез. И доставляют еще комментарии М103 вражеского в этом бою, а сейчас будет сейчас неприятный будет момент. Неприятный будет момент. Игрок чувствует, что да, Объект 704, он не светился. Где же еще сидеть, Объект 704 с ником Дикий Горец, как не на горе. И с этой горы он, естественно, в борт нас продамаживает. Можно было бы, конечно, поехать в объезд, обратно вернуться, но я бы, скорее всего, на месте игрока тоже поехал именно этим путем. ХП еще полное, плюс не факт, что этот Дикий Горец сидит именно на этой Дикой горе. Итак, занимаем позицию. И вот смотрите, что он делает наш герой. Он на этот раз Дикого Горца танкует лбом. Он знает, что он где-то здесь сидит. Танкует его. Объект 704 засвечивается и получает... ББ-шку возмездие. Кстати, несмотря на немалое количество голдовых боеприпасов, в этом бою с пробитием 311 игрок-то продолжает стрелять стандартными, ББ-шками стандартного маус-гана с пробитием 246. И, надо сказать, неплохо у него это получается. Сейчас, что у нас будет? Сейчас у нас будет убийство КВ-4. Непростое убийство, надо вам сказать, КВ-4. Бронированная цель. Особенно, если ему стрелять в маску башни. Ну, точнее, мы просто не успели досвести. КВ-4 уже отъезжал, поэтому оставалось просто стрелять по силуэту, надеяться на ВБР. Но ВБР нас на этот раз подвел. 103 продолжает ругать свою команду. Но, на самом деле, М-103 с кем он там воевал на этом правом фланге? Кого он там убил? Кого он там убил? КВ-4 и Ого! И Лорейна! Если бы, вот, как он говорит, овощи не поехали бы к нему, он бы где свой дамаг взял? Если бы грамотный приехал тапок и Т-62, например, на правой с ним стреляться, то я сомневаюсь, что он бы настрелял свои 4000 урона М-103. Именно 4000 он стрелял. После боя мы это сможем увидеть. И очень сожалею, что не удалось превратить их в 7000, как их превращает наш героический тапок. Смотрит он, что Объект 704 не сможет по нему стрельнуть в борт или в корму, и поэтому спокойно выезжает на Т-28 прототипа. Танкует его ромбом и башней. И выцеливает башню Т-28. Башня у него относительно картонная. И, в принципе, если не попадать в маску, не попадать в углы, в края этой башни, под большими углами эту башню можно довольно уверенно пробивать. Но, к сожалению, не удается нанести еще один урон. По прототипу добивает его наши союзники. Остается Объект 704, которого мы, естественно, уже не танкуем, потому что Объект 704 догадался зарядить голду, и попал он, смотрите нам, в Элды. То есть Объект 704, Дикий Корец, просто зарядил голду, просто стрельнул по силуэту и попал в Элды сверху вниз. Соответственно, почти под прямым углом, поэтому приведенная броня здесь была маленькая. Мне кажется, он бы и ББшкой мог пробить в такой ситуации нас сверху вниз. Ну, на этом у нас противники заканчиваются. Мы продолжаем наслаждаться этим видео, продолжаем наслаждаться результатами этого боя. Это мастер, это 103 тысячи кредитов, основной калибр, стальная стена, поддержка, невозмутимый, самая забавная медаль вкупе с стальной стеной. Это 7776, почти что 7 урона, 33 попадания, из которых первые 30 не нанесли нам вообще никакого урона, и 13780 потенциально полученного и 12200 заблокированного броней 2149 чистого опыта. И еще я хотел вам показать результаты не М103, хотел вам показать результаты наших противников на ИСах-3. Джентльмен с ником Бизон стрельнул 9 раз, из которых целых 8 раз попал, но при этом нанес всего лишь 0 урона. Правда, при этом сам неплохо потанковал, получил 8 попаданий, пострелял, потанковал, что еще нужно от этого боя. И еще один джентльмен на ИСе-3, который стрельнул в 2 раза меньше, но целый 1 раз смог пробить кого-то и получил за это больше опыта, чем джентльмен, который стрельнул в 2 раза больше. И есть еще один из 3, который стрельнул целых 4 раза и нанес целых 390 урона. Да, ну и на этом на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось так же, как оно понравилось и мне. Понравился этот реплей? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.